Как определить, что такси работает легально? Очень просто. У машины должен быть определенный цвет, белый или желтый. Также на автомобиле должен присутствовать шашечный пояс на кузове, оранжевый фонарь на крыше, а внутри стоять таксометр. Ну и, конечно, у водителя должно быть разрешение на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси. Это и проверили в ходе планового профилактического рейда, направленного на выявление нелегальных такси в Щелково. Его провели сотрудники Минтранса Московской области, представители администрации городского округа Щелково, а также инспекторы ГИБДД. Стоит помнить, что от того, соответствует ли транспортное средство всем необходимым нормам, зависит безопасность самих пассажиров. Граждане, если пользуются нелегальным такси, соответственно, они подвергают свою жизнь и здоровью опасности, а также у них нет возможности при ДТП воспользоваться страховкой. Есть к обратной стороне данной медали, соответственно, это как раз я обращаюсь к нелегальным такси в данной области. То есть вы также не можете себя застраховать от правопутивоправных действий со стороны пассажиров, в том числе, как и неуплата. В ходе профилактического рейда было выявлено две машины, осуществляющих незаконную перевозку граждан. На водителей составлены административные протоколы. Сотрудники госавтоинспекции еще раз просят задуматься тех граждан, кто занимается нелегальным извозом. Стоит ли это того? Ведь система оформления необходимых документов для работы таксистом очень быстрая и занимает в общей сложности не больше суток. А вот всем правонарушителям грозит крупный штраф. Также можно попрощаться на время с машиной, ведь ее заберут на штрафстоянку. Продолжение следует...